Девушки отдыхают Очень сильно артефактами Оказывается у нас на территории Дмитровского района Я все-таки называю районом Потому что округа мне это не нравится Как будто нас окружили, это не годится Дмитровский район, он всегда славился Древними поселениями племен Я не знаю кто это был Неандертальцы, кроманьонцы, славяне Понятно, финно-угорские племена Но, когда я начал Случайно чистить речку Нашу, Березовец Вот там у нас протекает Я начал находить, понимаете, реальные скребки То есть скребок, видно, что касалась Рука человека Дело в том, что в музее все это Отрицают, они говорят, что вы Некомпетентный человек, только мы Компетенты, потому что мы работаем С Академией Наук Архитектурным отделением, но на самом деле Сами ничего не находят Я вам сейчас могу показать одну Раскопку их в нашем древнем валу Которой они занимаются год И они там практически ничего не нашли Кроме старого фундамента дома 19 века И за все это археологи уже в течение года Получают деньги Потому что они там буквально ничего не нашли Кроме нескольких черепков Никому не нужных И туалет древний раскопали Какой-то ножик грыжевый там нашли В общем, анекдот Оказалось, что очень интересно Кроме того, что находятся скребки И орудия древних славян Вот этих племен Я сейчас пока не, видимо, карманьонцы Там вообще непонятно, карманьонцы Откуда появились на земле Другой же вопрос Короче говоря, оказывается То, что показывают у нас во многих музеях Мне кажется, в основном Это очень много подделок Потому что англичане, в частности, англичане Они очень хитрые Они начиная уже с 16 века У них целые артели Которые изготовляют каменные орудия труда И по всем музеям Потом это или подбрасывают Или продают Они в общем Понимаете, в чем дело? Когда мы видим в руке Очень красивый обсидиан Обточенный со всех сторон Такой геометрической формы Ребята, это подделка Не будет древний человек заниматься вот этими вещами И тем более технологически очень сложно Отколупить это все Чтобы не слабать обсидиан Тем более он очень острый Не будет древний человек заниматься вот такими вещами На протяжении 5-6 часов То есть древний человек находил камень Он, который удобно лежал в его руке Делал пару ударов О, слушайте, острый край появился Резущая кромка появилась Все, пойдет И у него этих камней было много Было много очень камней Начиная с маленьких детей Которые эти камни носили везде В сумках, в карманах Потому что это была самооборона И все Поэтому в Дмитровском районе находится Вот я за полгода нашел Более 30 камней Которые на 90% Я уверен, что касалась рука человека Далее Когда этот камень уже выходил Ну он затуплялся, ломался Они его выбрасывали И делали новые камни Ну еще о чем это говорит Что население здесь было изначально бедное И очень-очень долгое время Они пользовались Каменными орудиями Обработки И бытовыми орудиями Несмотря на то, что уже было и бронза И металл Ну, вот смотрите, да Бронзовый век Нам все говорят Бронзовый век Все перешли на бронзу Но мы же все не перешли на иномарки Вот у меня велосипед У другого человека вообще самокаду Третьего вообще ничего нету То есть бронза и какие-то металлические изделия Были только у очень богатых людей Все остальные люди Многие-многие века Это так у них в быту Которые передавались из поколения в поколение Каменные орудия быта и труда В общем, супер, очень много интересного Но люди, которые работают у нас в музее Пока они отрицают Отрицают эти все вещи, которые я нахожу Потому что у меня нет археологического образования У меня есть незаконченное военно-политическое И культурологическое образование Тем не менее Я с юности этими вещами занимаюсь И здесь полным-полна Значит Очень много артефактов И еще очень интересно Не просто селились люди Где были условия Вот, да, климатические для хорошей жизни В средней полосе России А они еще селились в древние племена Там, где было много кремня Двокись кремня Который годился для обработки камня Если этого материала не было Они уходили Потому что им было нечего делать Орудие труда и быта В Дмитровском районе Очень много кремния Из которого можно делать Было орудие труда Но, к сожалению, с собой я не взял В принципе, это можно устроить Я могу через час подъехать и показать Я думаю, что на вашем канале это все есть Мы селимся дадим Да, но пока это не могу И те, кому это будет интересно Обязательно посмотрят Вот туда нужно пройти Где они раскопали Там вы просто обалдете Александр, куда мы идем сейчас? А, мы сейчас Друзья, мы находимся внутри Дмитровского земляного вала Это очень классная гордость Нашего города Это Успенский собор Я все всегда путаюсь Забываю, или 17-го века Или 15-го века И сейчас мы направляемся с вами В Дмитровское городище В котором мы, в принципе, находимся Смотрите, вот только что они сделали Нет, не пойдем по ней Она нам многое скроет Вот это наш яблами лица Патриаршик А мы сейчас с вами направляемся На одну поляну Где происходят раскопки Древнего дома Как утверждала Академия наук Архитектурный институт Академии наук российских И вот они уже ведут Больше года раскопки В этом месте Так, вот сюда немножко Здесь у нас батюшка живет Патриарх местный Вот И сейчас мы увидим с вами Что, например, по моему мнению Что, но, к сожалению Это раскопки ведутся неправильно Абсолютно В общем, у них там все обвалилось Все обвалилось Я даже не знаю, что они дальше будут делать Но это нужно посмотреть Потому что огромная Компания была информационно Что здесь академия ведет раскопки воды Информационный щит даже они сделали Архитектура Археологические исследования Древнего Кремля И сейчас мы посмотрим Что это за археологический расследование О, даже скамейки поставили Друзья, вот сейчас мы Сейчас мы все увидим Здесь у нас охрана сидит Вот, видите, они матрасиками Здесь проводится археологический след Специалистами института археологии Российской академии наук Так, не бойся, что происходит Добрый день Все, вот это они нашли Ну, они, видимо, по схемам, по старым картам Видели Смотрите, они нашли Старый фундамент дома И у них, к сожалению, все Это Вот когда были ливни, дожди Сломалось Вот здесь был огромный фундамент И вот эта яма Практически некие артефакты Были не найдены Ну, там черепки какие-то Может, пару крестиков Может, вот это, как бы, туалеты Они какие-то раскопали здесь И все завалилось Сколько они уже копают, Александр? Больше года И здесь какой-то профессор копает Которого профессорская зарплата И у него еще помощники тоже Которые получат деньги Вот этот фундамент, он был такой Мы им говорили, что нужно поставить подпорки Потому что сейчас пойдут ливни Все рухнет Ничего не поставили Приходим после дождей Все рухнуло, обрушилось Фундамент практически уничтожен Вот такие у нас Скобки, я не знаю, кому это будет Рукат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok